Ну а сейчас переносимся в город-юбиляр Брест. Сегодня расскажем об одной из главных достопримечательностей. Монумент на улице Советской, памятник работы местных мастеров. На нем проиллюстрированы личности и события, которые связаны с городом над Бугом, начиная с года основания. О том, как создавалась наглядная история, репортаж Александра Лученко. Пересечение улицы Гоголя и Советской. Историческая часть города. Один из самых узнаваемых символов здесь появился 10 лет назад. Инициатива местных жителей, рассказывает своему внуку Зоя Войтковская. Средства собирали всем Брестом, лишь бы наглядно проиллюстрировать тысячелетнюю память. Это просто были личные пожертвования. Каждый, сколько мог, он даже желал это просто вложить. Вот этого предприятия, другого предприятия. Но каждый, в общем, вкладывал, тот, кто свой любит город, он это делал. Народная скульптура, так ее теперь называют, 15 метров в высоту. Создана из бронзы по принципам золотого сечения и представляет собой многофигурную композицию. Монумент своего рода модель Бреста, который объединяет собирательные и исторические образы. Здесь Витовт, князь Василькович, Николай Радивилл Черный, летописец, солдат и мать. А над ними парит ангел, который указывает путь к Брестской крепости. Тем самым подчеркивая уникальность, ведь это единственный город в Беларуси, в центре которого расположен мемориальный парк. Задумка архитектора Алексея Андрюка. Он как раз в творческом тандеме со скульптором Алексеем Павлючиком трудился над этим проектом. Кстати, изначально памятник должен был выглядеть совсем иначе. Первоначальный вариант, он выглядел вот таким образом. Среди вариантов было еще предложено сделать вот такой мост, якобы объединяющий исторический Брест и современный. Но после 13 монументальных советов остановились на этой композиции. Годы ушли на изучение исторических документов, чтобы только горельеф площадью в 11 квадратных метров уместил легенду об основании Бреста, Грюнвальдскую битву, издание Библии, оборону Брестской крепости и даже освоение космоса. Четыре модерновых варианта и один вот классический, Алексей Павлючук, скульптор. Он как бы настаивал на таком. Ну и в конце концов согласились именно с ним. Это связано с тем, что у нас классических памятников мало. Сегодня памятник еще и часть туристического маршрута. Это место притяжения. Благодаря безвизовому режиму в 2019-м посетили гости из 59 стран. В общей сложности больше 19 тысяч человек. Для туристов, которые у нас приезжают, больше интересна именно сама история. История Брестской крепости, история самого города. На протяжении всего года у нас большой поток туристов. Экскурсоводы, рассказывая иностранцам о наглядной бронзовой летописи, в первую очередь подчеркивают это символ единства поколений. И визитная карточка всех нас, белорусов, которые не забывают свою историю. Александр Лученок, Андрей Градобоев, агентство теленовостей. Субтитры создавал DimaTorzok